Так, вас как зовут? Меня? Да. Олег Георгиевич. Меня зовут Роман. Дело в том, что последние несколько дней, особенно с пятницы сильно это началось, по городу циркулирует такой слух, что за спиной фирмы АТП Николая Скнамури какая-то темная игра идет, что я прокомментировал на своем блоге, то есть со слов людей, информация где-то, где-то что-то проверено, но большинстве непроверенная информация. И, значит, какие-то целенаправленные действия проводятся к тому, чтобы, значит, дискредитировать компанию и, соответственно, выкинуть ее с рынка так или иначе. Значит, сейчас идут какие-то непонятки со счетами. ФНС номер один Николаевская на Амуре инициировала банкротство организации, арестованы счета, но это как бы, это есть по факту, да, и поэтому компания не может выйти на рынок, в смысле, как бы, на аукцион, потому что если счета арестованы, да. Но вот сегодня мы были на собрании и нам дали некоторые пояснения, ну, с тем, чтобы, как бы, конечно, мы в большинстве того, что нам сказали, мы это не будем сейчас комментировать, но нам пояснения определенные дали. И уверили, что компания, значит, на аукцион выйдет, так или иначе. И мы хотели бы попросить, вот именно прокомментировать руководство города, которое осуществляет, ну, административных работников, да, сущего звена города, которое осуществляет руководство от населения города и района, от имени населения города и района, что, собственно, происходит, как вообще вот в дальнейшем вот ситуация будет развиваться. У нас будет, значит, автобусы будут в прежнем режиме по городу ходить, вот эта вот насучка, по району, то есть не нарушится ли связь города с селами, вот, как вот. Ну, вот, соответственно, со 131 мы должны организовать. АТП – это предприятие коммерческое, за его деятельность на ответственность не несем. Что касается пассажирских перевозок, как в этом году были рисы, так и на следующий год мы планируем, что эти рисы будут осуществляться. То есть мы аукцион объявляем в полном объеме, как по городу у нас ходят автобусы, так и по району. Аукционы мы объявляем, кто аукцион выйдет. Своими субсидиями, да, которые мы выплачиваем ежемесячно, АТП. Ну, сейчас, насколько я знаю, у них там 3 миллиона задолженность по налогам. 27-го, 2-го этажный был, отложили на 18-е число. Поэтому, если компания, ну, готова выходить, выходит, у нас уже сейчас мы объявляем аукционы, потому что больше, ну, сейчас декабрь, мы должны с 1-го числа обеспечить перевозкой. До 31-го декабря у нас контракт с АТП заключен. То есть, если мы выходим на все объемы, то, ну, все эти граждане, ну, которые работают в АТП, они должны, ну, работу сохранить. Поэтому, что-то еще прокомментировать, какие-то уговорить эти, ну, кто аукцион, это же аукцион, это 44-й ФЗ. Здесь мы не какие-то, кому-то диктовать там, или кого-то там вытаскивать на какой-то рынок, мы не можем. Поэтому аукцион лучше решит, кто будет заниматься перевозками. Мы только организуем, выплачиваем субсидии. То есть, все остальное, техосмотры, автобусы, кадры, это обеспечивает то предприятие, которое выходит на рынок, для этих пассажирских перевозок. Скажите, а вот, допустим, вот, значит, данное предприятие, понятно же, что если по себестоимости будут осуществляться рейсы, себестоимость довольно высока, именно поэтому как бы осуществляется субсидирование, да? Да. То есть, получается, из бюджета района, да, который запрашивается... Бюджета района, из бюджета города. Из бюджета города, который запрашивается, естественно, в краевом, да, бюджете, соответственно? Нет, в краевом, в краевом бюджет, к сожалению, ну, нам в этой части не помогает на сегодняшний день. Ну, таких нету прецедентов, да, вообще, по краю даже. Поэтому, ну, осуществляем на районный и городской бюджет. То есть, у нас в городе три маршрута, тройка, четверка и пятерка на сегодняшний день осуществляют перевозки. По району, ну, красная, мага, там все вот эти рейсы тоже нас осуществляют. Как бы, жалоб у нас в последнее время, ну, в этом году не было, в плане того, что, ну, рисов достаточно. Ну, как бы, таких глобальных каких-то потрясений мы ждем, так же объявляем о функционках в прошлом году. Единственное, мы субсидии в этом году увеличили. Субсидировано будет? Да, у нас в этом году 13 миллионов субсидировано. За 2017-й? Нет, ну, в смысле, вот вы... Ну, знаете, у нас получилось так, что до этого администрация города отдельно объявляла, да, была своя администрация, и перевозками они занимались. В 2017-м году, ну, практически они не платили АТП субсидии, к сожалению, и вот этот год как раз подорвало вот это все. В 2018-м году, ну, мы уже полномочия сейчас забрали полностью район, то есть администрация городской листала, и все полномочия осуществляем мы, то есть организация пассажирских перевозок внутри района. И в этом году мы выплачивали ежемесячно, срок в срок, как только нам приносили документы, то есть задержек по выплате нету субсидий. А получается, когда субсидия запрашивается, она же, правильно, она же, значит, запрос субсидия по контракту, он же чем-то обоснован, правильно, вот? Ну, конечно, я просто так не понимаю. Я почему и спрашиваю, что, допустим, они запрашивали, допустим, сумму 12, и вы выплатили 12, или они спрашивали больше? Роман, смотрите, ну, казалось бы, да, 12 миллионов, это колоссальнейшая сумма. И она совсем не маленькая, и почему ее на 12? Потому что она расчетная идет, она идет расчетно, обоснованно, у нас есть отдел, который тоже, мы же не можем просто так взять какой-то от фонаря, особенно положить там в бюджет или где-то. Есть, ну, например, тариф, утвержденный соответствующими структурами, которые все полностью там, расклад, и все составляющие этого тарифа, начиная там от автобусов, амортизации, заработной платы, бензина, топлива и так далее, да? И точно так же наши экономисты, наших отделов это тоже все перепроверяют. То есть вот она, субсидия какая получила, 12 миллионов, это деньги совершенно маленькие, бюджета очень даже, ну, сумма такая, не копеечная. Поэтому к ней очень серьезно к этой субсидии подходят, но мы и понимаем, что перевозки автобуса не должны быть, поэтому Олег Деоргиевич, он этот вопрос держит на постоянном контроле в течение года. Да, а то, что получилось в город, а вы сами понимаете, почему, где администрация соединилась, и глава уже рассказывала, как бы вообще пилоты проектов, крайне, такого еще даже ни одного прецедента нет. Поэтому мы сейчас в эту ситуацию раздуливаем. Имущество, вот этот весь комплекс, да, АТП, он передан безвозмездно, автобусы передан безвозмездно, то есть арендная плата за это не передается. Мы как бы не запрещаем даже на наших автобусах осуществлять какие-то коммерческие дополнительные перевозки, чтобы зарабатывать дополнительные деньги, чтобы поменьше субсидии платить. И мы АТП, ну, предлагали, ну, вот, было договоренность за многовершины выйти к ним на контракт и осуществлять там ежемесячные перевозки, ну, не в ущерб, естественно, нашим районам, потому что все это мы отслеживаем, мы выплачиваем только за количество определенных рейсов, что вот они были осуществлены. Поэтому здесь, ну, вопрос на контроле, да, ну, у нас, видите, вот много такси, да, казалось бы, они там зарабатывают, да, все, но они не имеют лицензии на право перевозки, и у них там много каких, ну, вот то, что лицензируемое предприятие, там много своих нюансов, это медосмотр, этих осмотров, все, 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 то есть это, ну, очень серьезно. И поэтому, ну, если на рынок еще кто-то выйдет, ну, замечательно, будет конкуренция, значит, будет лучше. То есть для населения это еще и должно быть и лучше, чем больше. У нас вот, да, тоже Олега Георгиевича, вопросы всегда стояли остро вопросы с обстановлением продуктов в нижних фронтах и плывах. И всегда это было наше, ну, наверное, не совсем наше, но это было предприятие единое, это наше Гайпо, которое снабжало продуктами питания. И всегда были проблемы, ну, какие-то просто колоссальные. Все предпринимательные, там даже не один, и цены нормальные, ассортименты, и люди уже могут выбрать. Но, по людям я хочу сказать, что у нас водителей автобусов категории Д не так уж много в районе, и поэтому, ну, они не потеряются однозначно. Все, ну, мы отставляем в том же объеме рейсов. А остальные, механики, контролируемые. Так это тоже все останутся, а как? Это же положено, вот это, и контролеры, и механики, все это должно быть, и выпуск автомобилей. Поэтому даже любой, кто придет, ему эти люди все не нужны будут. Потому что, ну, у нас же вот золотодобывающие предприятия, ну, ну, убегает туда народ, да, там вроде как побольше платят. Ну, тот уже определенный коллектив, который сложился, он, я не думаю, что, мы же перевозки не уменьшаем, рейсы не уменьшаем. Поэтому и вопросы в том, что именно, как бы, ходят разные, разнообразные, разнообразные слухи. Ну, видите, мы же не можем там прийти и вот, ну, это уже будет считаться коррупционно-то, да, и вмешиваться во внутренние дела, тем более это, ну, мы не учредители даже этого предприятия. А не надо в местное дело вмешиваться, главное не мешать. Нет, мы-то главное не мешать, мы, наоборот, субсидии дадим, также оставим, ну, безвозмездное имущество весь этот комплекс, чтобы осуществлялись перевозки. Мы, конечно, понимаем, у нас зимой, да, остаться без перевозок, это вообще... Это все, это получается, вены порвутся. Конечно, конечно, вы же сами понимаете, ну, с поселения приехать. Ну, мы поняли, что, значит, с вами работа ведется. Хотелось бы еще поинтересоваться, такой вот уже насущный вопрос, вот, качество очистки дорог. Я понимаю, дороги чистятся, но качество оставляет желать лучше. Вот, очень сильно вот подорвали, значит, качество очистки, вот эти вот леерные ограждения, которые, вот, на протяжении, да, это прямо еще, вот, которые... Да, их называют могильные оградки еще. Ну, видите, это все в ГОСТах. ГОСТ устанавливаем не мы. Если мы отступим полметра и все, просто-напросто это получается, мы не собрали ГОСТ, нам ГАИ не примет эти пешеходные переходы. И будут штрафы. А сейчас, ну, вот, возле социальных учреждений положено такие вот, ну, без школ, детских садов, ограждения оставляют. Дело в том, ну, вот, наверное, да, я с вами согласен. Нет, дело в том, что, как бы, там требуется, да, там требуется определенная техника, то есть, чтобы подборщики ходили и подбирали. Это не всегда возможно. И получается, что, допустим, дорога вроде бы чистая, люди говорят, почему автобусов нет? Потому что качество полотна неудовлетворительное в любом случае. Люди нервничают. Задают вопросы вам, а администрация, как нам люди говорят, отвечает, что виновата АТП Николай Снамури. АТП Николай Снамури не может. Ну, это вот опять, это вот такие вот всякие слухи, вот это Калаврос, и, скорее всего, может быть, даже и не звонят они вам, вот. И думают, что это, как бы, виноваты те транспортники. Но транспортники, они должны транспорт выпустить. Выпустить они должны, то есть, как бы, если российская трасса соответствует ГОСТу опять. Вот это же вместе уезжаем с ними из ГИБДД и смотрим. Если где-то не так, то тут же, ну, стараемся избавить. Роман, вы, понятно, вот, наш Никодекс, все вы, наши Николайские жители, и вот, даже просто, в прошлогодние эти взять Бураны, как долго все это расчищалось? В этом году, когда мы опять единая администрация стали, мы накануне вот этого Бурана, Антон Михайлович теперь за все ответственность несет, провел, как бы, большое совещание. Олег Бюргич занимается межселенными дорогами вместе с форпостом и с нашим предприятием, которые, и чтобы и качество было, и сразу после Бурана расчищалось. Городом занимается Дмитриенко Андрей Анатольевич. И в этом году, вы обратили внимание, Буран был сильнейший, а Буран в дороге чистый. Сработали хорошо, согласен. Они проснулись, и все, везде проезды были. Понятно, что еще на сегодняшний день еще есть, часть улиц, те, которые, частный сектор, еще расчищаются, но теперь будут по одной дороге приводить. Нас просили, да, нас просили еще, значит, работники задать, например, ТП Николая Снамурин, делегировали, задать такой вопрос, когда все-таки ведут в надлежащее состояние, значит, улицу Советскую. Потому что, ну, там ямы, ямы, вот эти вот волны постоянно, это все затрудняет довольно-таки. Ну, в смысле, вы имеете в виду снежная? Ну, нормативку, чтобы привести. Снежная, да, чтобы состояние, которое просто соответствует. Вы же видели, вот, получается, до Бурана практически работа по расчистке дорог не останавливалась. И каждый день в 10 часов выходили грейдера, и определенные участки дороги, ну, все наши, особенно те, которые с большим загрузом движения, они чистились с 10, и до 4 до 6 утра уже расчищались. Это тоже, я считаю, что в этом году мы сделали, пошли по правильному пойти. Ну, сейчас, не, вы правильно говорите, нормативку сейчас будут приводить, они сейчас, ну, сейчас везде проезд обеспечат, и начнут уже все это сдирать, чтобы, а в первую очередь, автобусные маршруты однозначно делают, чтобы люди могли, у нас же аэропорт, ну, как, начинает работать правильно, люди и там работают, с той стороне, ну, поэтому, в первую очередь, автобусные маршруты чистят. Понятно, значит, будет приедено остаться. Да, однозначно, это уже... Вышел тоже по Хабаровской, там нету трактуаров для людей, вот сегодня тоже... Ну, надо проехать, может быть, уже есть. Да, мы сегодня проезжали. Я тоже сегодня смотрел, утром еще пешеходка, вот там не было расчищено, засадик. Сейчас уже там, ну, машину может проехать, ну, там только вручную. Вот, получается, такие... Не, я вообще круто, нормально понял. Которая ротарная техника... Ротарная техника, она, ну, к сожалению, у нее специфика, она очень медленно двигается, в отличие от других видов снегоуборочной техники. Получается, тротуар, который вот, ну, по советской, вот с той стороны, или по Гоголя, вот, получается, участок, участок от Гоголя практически до Родины, они шли, ну, часа на четыре. Медленно идет, она, ну, такая у меня специфика, она медленно чистит. Поэтому, к сожалению, у нас в этом году, в этот раз после этого Бурана, дороги получше расчищены, побыстрее, а тротуар немножко затормозились. Привлекается техника роторная и частников, то есть, все, что в городе есть, все на учетах. А вы на госзакубках не это, ну, не смотрите. Можете на госзакубках посмотреть, аукцион учить, разместим, там посмотрите, кто выиграет. Мы даже не видим, кто заявляет. Дело в том, что, как бы, возможности просто посмотреть не у всех есть, но у меня, как бы, в данное время пока есть посмотреть. Не, ну, там, можно любой может посмотреть, ну, просто... Это понятно. Ну, гарантия будет для посажений, да, что... Ну, конечно, а так, мы объявляем аукцион все равно, ну, мы в тех же, вот, как в прошлом году осуществлялись, те же самые. То есть, Антонное радио говорит, что кучеров есть, которые якобы, они собираются межрайоном заниматься, они только в городе. Не, это же аукцион, ну, мы выставляем все, да. Мы же не будем там, у нас, единственное, отдельно идет аукцион по городу, потому что городской бюджет, ну, есть свои нюансы, вы как бы понимаете, да? Есть районный бюджет, отдельно по району объявляем. Единственное, мы сейчас, ну, по тройке не объявляем, у нас, как бы, ну, передвижки нету там по бюджету, но мы сейчас четверку-пятерку объявляем по городу, тройку отдельно объявим. Мы ее сейчас летом не пускаем, мы пускаем только зимой. Ну, летом она вообще не востребована, как бы, получается. Ну, хотя есть предложение от перевозчиков сделать другой маршрут, захватить там луночатку, но тут в остановках есть проблемы. Да, вот, мы хотим поработать, вот, чтобы этот маршрут там был. Ну, почему-то, вот, он как-то у нас олегнет. Ну, а мы посмотрим, может быть, он будет востребован. Никак не заватаривайся. Тут вот надо определиться, да. А не привыкли, вот, по этому заданию ездится. Так, ну, значит, людям могут не ездить, да? А в том, что есть, никаких темных игр, не ездится. У нас прокуратура через дорогу. Ну, какие темные игры. Ну, прокуратура через дорогу, во-первых, это организация не созданная, поэтому, как бы, она что есть, что и нет. Да, а чему есть убедительный фактор, когда герои были зарегистрированы, весьма странно, кстати, если вы не знали, будете решить еще. Да, причем они нам присылают день через день запросы, предостережения и все остальное. Вы такой заорганизованный, как организация. Нет, хорошо, что есть общественность, но на самом деле у нас есть общественный совет при главе района, и там люди тоже очень принципиальные, и мы там вопрос расчистки дорог, и перевозок вот буквально смотрели, газет читается. Ну, видите, периодически возникает вопрос, в четырнадцатом году, ну, пришел Васильев, да, со своим предприятием, сейчас вот у него там с рынком что-то не ладится, а он тут, ну, ее не знает, бросает, не бросает. Несколько я понимаю, они делают все от них, возможно, они работают, я смотрю, они работают нормально, они на рынок зашли, они сразу маршрут новый, претензии, да, предложили вот этот, который захватит улица Волначарская, и там возник вопрос именно с остановками, что-то там, по ГИБДД что-то не прошло, не состыковалось. С остановками очень большие вопросы. Вот, газета разместила, вот у нас был большой общественный совет, всех вызывали, все доплатывали, там тоже никакой составляющей администрации нет. Мы просили, все было бы попасть бы на совет. Да, мы хотели попасть бы на совет. Надо вам просто знать. Кому просили? Не, ну, надо просто какие-то контакты у Орк-отдела оставить. Да, вы Орк-отдели, там они вас будут известны ставить. На общественный совет им есть право. Сейчас подойдем. Нет, мы, наверное, с собранием депутатов скупили. Ну да, мы просили на собрание, но как бы. А общественный совет это совсем другое. Как попасть человеку в общественный совет, вообще в состав общественного совета? Вот, допустим, у нас есть организация «Профсоюз Николаевского на Амуре». Ну, есть. Вот мы такие, значит, самоорганизовались. В прошлом году, 7 ноября, поставили в известность, значит, Анатолия Миталовича. А все это, значит, тоже на сайтах, значит, и в блогах мы все это дело показали. То есть мы, значит, самоорганизовались и об этом заявились. И мы бы хотели, допустим, пару участников, чтобы наши организации общественные, правозащитные, чтобы они, значит, вошли в общественный совет. Чтобы это был именно общественный совет. А я, допустим, общественность сегодня не вижу. Ну, я не вижу. Мало информации. Нет, ну, у нас там... Нам бы хотели... Все, конечно, и нет. У нас в правительство края ожидается совещание с вами, но я и Георгиевичем. Ну, в общем, нормально. Администрация живет своей жизнью, проводит совещание. Все в рабочем порядке. Хотели записаться на общественный совет. Сказали, значит, звонить по телефону, узнавать в социальных сетях и в местных СМИ, когда состоится общественный совет. Я надеюсь, я надеюсь, что мы скоро увидим, увидим на самом деле, что такое общественный совет, какие, значит, вопросы он решает и кто там собирается. Осуществляя функции делегированной общественности, мы бы хотели проконтролировать работу различных органов администрации, общественного совета, совета депутатов и прочее, прочее. Итак, нижнеамурцы могут спать спокойно. Администрация уверила нас, что никаких темных игр они не ведут. Город и район будет обеспечен общественным лицензированным транспортом. Но у нас, мы сегодня не успели задать еще два вопроса, и два вопроса стоят на повестке дня. Все-таки Минэнерго, слышали мы, утвердила увеличение тарифов для юридических лиц по электроэнергии. И нам бы хотелось тоже, чтобы прокомментировали здесь в администрации, что за этим последует. Представляете, киловатт энергии 12 рублей для юриков, но это, я вам скажу, это что-то. Соответственно, за юриками уже, значит, пойдем мы. Для физлиц, для физлиц, для граждан, тарифы, тарифы, там что-то около 10 рублей. Значит, два вопроса. По тарифам электроэнергии для юридических лиц, и по вопросу, как все-таки осуществляется реализация федерального закона 87 в редакции от 2018 года. О, как он называется правильно? О долговом обязательстве. О долговом обязательстве перед гражданами РФ, да? РФ, то есть бывшими гражданами Советского Союза. И там, значит, включается потребительская корзина, именно вот субсидирование жилья, коммуналки различные. Там, в общем-то, все включено. И вот этот вопрос надо тоже поднять и решить. Если эти деньги будут заложены в бюджет, тогда, собственно, мы будем жить очень и очень хорошо. Мы просто будем жить, я не очень хорошо. Очень хорошо они нам не дадут. Да, мы просто будем жить на следующей повестке дня по увеличению тарифов для юридических лиц и реализации федерального закона 87 в редакции от 2018 года. Субтитры сделал DimaTorzok